Ну и суровые ребята сейчас у нас сойдутся. Это, кстати, шестое место. Будет сегодня сражаться с 14-м. Система ладера предусматривала то, что все воюют со всеми. То есть, если у вас есть ладер на 16 команд, то вы играете 15 раундов. Вот так вот. Да, здесь не может возникнуть ситуация, когда не повезло с сеткой. Да, или еще что-то. Сразу все играют со всеми. Да, набирают по максимуму очей, набирают по максимуму разницы. И даже если по итогу у команд будет одинаковое количество очков в ладере, то это не факт, что у них будет одинаковая разница, которая будет уже в тот момент решать. Да. И мы вот тут буквально сейчас перед стримом сидели, обсуждали. Вот Red Nova сейчас на 14-м месте, да? А в Intel Challenge в 10-м они были аж на третьем. Ребята, это призеры Intel Challenge бронзовые. И вот как-то так не повезло им в этом сезоне Starladder. Но мы знаем, что у них сменилась очень большая часть команды, у них фактически из старого состава осталось меньше половины. Возможно, это так на них повлияло. И сейчас им угрожает вылет из Star Series, если они не смогут подняться выше. Ну, как минимум, 14-я позиция гарантирует им то, что они будут играть стыковочный матч с третьим местом Pro Series. Да. Я вот так понимаю это дело, да. Ну и тем временем у нас Pro Series тоже проходит свой ладер. Вот. Проходит своя лига, проходит свой круг. И, кстати, первый... Там сейчас завершился. Завершился. Первый групповой этап. Первый групповой этап. Ну, вот так вот. И по итогам Pro Series, четыре команды, которые будут на первых четырех позициях Pro Series, две автоматически попадут в Star Series. А две будут играть третье, четвертое место, будут играть, да, с четырнадцатым и тринадцатым местом Star Series в стыковочный матч. И по итогам этих матчей будет известно, либо сейчас Nova останется в Star Series, если сейчас, конечно, не покинет этот опасный рубеж. Либо Nova будет уже потом играть в Pro Series в следующем сезоне, друзья. Ну, покажи нам сейчас положение команд. Давай посмотрим. Вот про Nova мы уже все знаем, а вот про Red Rush Team 3. Red Rush Team 3 сейчас занимает шестую позицию. Они отыграли десять боев, из которых у них пять поражений, пять побед. У них сейчас позитивная разница плюс семь по количеству побед, да, можно так сказать, в раундах. И у них сейчас пятнадцать очей. И надо сказать, что они являются вот это вот в серединке, идут в нашем ладере, в центральной группе команду, которые очень близко друг к другу. У которых у всех по пятнадцать очей, но разделяют... Дышат они в затылок Gov Synergy, которые, как мы знаем, у которых уже не шестнадцать, у которых уже девятнадцать. А девятнадцать, да. И Red Rush Team 3, поэтому надо как можно быстрее сейчас побеждать, как можно чаще побеждать, чтобы у них сейчас стало восемнадцать, потом может быть двадцать один. Ну и когда они... И если где-то Synergy столкнется на своем пути, то они обязательно этим воспользуются и займут пятую позицию в ладере. И казалось бы, даже при таком большом отрыве от четвертого места, еще все равно остается еще по пять, по шесть... Еще впереди пять боев, тут пять матчей, пять матчей, это пятнадцать очей можно еще добрать. То есть, в принципе, у ребят есть еще все шансы. Можно еще догнать даже четвертое место, если очень повезет. И попасть нам сюда на лан-финал. А это, я вам скажу, дорогого стоит. Здесь надо выкладываться на полную. Ну, я думаю, ребята уже это поняли где-то с девятого тура. Я думаю, они это поняли еще с первого. С первого. Ну, кстати, с первого видно, кто понял. С первого поняли об этом Раши вторые и Раши первые. Ну вот, еще TD-42 донесло. И ASUS. И ASUS, да. Вот эти ребята, эта четверка лидеров у нас уже давно несменная. И эти ребята, видно, как они были, и как они понимали, и как они готовились, выходя на каждый матч в Star Series. Ну что ж, команда вот уже набрали. Составы через 10 секунд мы начинаем бой. Первый бой в этом матче. Есть старт. И что ж, что мы видим в составах? Давай посмотрим. Вот мы в прошлом бою видели без арты сетапы. А что мы видим сейчас? С родного показывают нам две арты. Бизона и Гриля. Что интересно. 3-32, 1-3 и Т-50. Вот такой очень нетрадиционный, я бы сказал, сетап, который мы очень редко видим. Раши третьи в этом плане выступают более, скажем так, традиционно. А Марли на 32-м. Мистер на 32-м. Маус на 32-м. Аптека, HLTT на альфа-тапках. Паровоз Джан на Т-1-м. И Делип тоже на Т-1-м. Кстати, Мистер-22, наверняка замена какая-то произошла сейчас у RedRush Team 3. Раньше я этого бойца у нас в ладере не встречал. Ну что ж. Сейчас нас, я надеюсь, убьют. Да, быстро это со мной сделал Паровоз Джан. Спасибо. И Т-50. Быстрый свет у Нору и видно не Око. Не все, но не Око уже увидел. И видит Амарли. И Мистера видит. 22. Ходит назад. Показал тяжелый противник. HLTT показал. Ну, реально сейчас весь RedRush 3 побывал в засвете. Ну и сейчас Нова должна понимать, что, блин, город уже все. Город уже не взять. Здесь Маус, здесь Амарли. И, кстати, в HLTT влетелось сейчас 316 от кого-то там. Сейчас понятно, что у RedNova только 4 тяжа против 5 тяжей у RedRush Team 3. Но, с другой стороны, у них есть две арты. Пусть и маленьких, но ой-ой-ой, как они могут накидать. Видно Баварию сейчас. Ну и понимают сейчас RedRush Team 3, что сейчас их попытаются обойти со стороны Зеленки, со стороны Лесопилки, так ее назовем. Неутомимый Ниок тем временем движется по нулевой линии к базе противника по этой самой Зеленке. Видно по-прежнему Баварию. Ниок нарезает круги, никого пока что не видит, но уже очень близко подобрался к вражеской базе. Ломает заборчик. Ну и посмотри, сейчас аптека HLTT по первой платформе, так назовем ее, уже прорывается к базе RedNova. И два Альфа-тапка это достаточно серьезная угроза. Каждый может накинуть. Да, а RedNova до сих пор не видит. И не увидит, потому что не поломанные вагоны, только два вагона сломали. Вот увидели аптеку. Есть аптека в засвете, а аптека никого не видит. Нирванов 26, мне кажется, увидел сейчас аптеку, он находится ближе всех к своей базе. Но есть еще также Маус, Амарли, HLTT. И Маус засветит тоже. Все, RedNova знают, где... 395 по Нирване сейчас. 760 и горит Маус. Вот это попали. Это гриль, это был гриль. А мы говорим, арта неактуальна, стало не модно ее брать. Да, вот так вот. Гриль. Видно Валуева, видно Секторала. Ашель ТТ и аптека будут их кондрить, не давать им выезжать. Тем временем Маус и Амарли зашли на захват и прячутся. И Маус получает и убирает. Минус Маус. Амарли сейчас вместе с Мистером 22 будут брать базу вдвоем. Ну, по максимуму попытаются использовать они остов Мауса. Ашель ТТ и аптека получают. Ну, мне кажется, арта сейчас две арты могут очень сильно зарешать. Потому что 726 еще раз. Два Т первых засветит. Т-50 там с ними в это время бодается. Я сейчас это попытаюсь показать. Вот сейчас, если ты переключишься быстренько сюда. Первый уже умер, второй умирает. И Неокслес остается здесь один на базе противника. Скорее всего, станет на захват. А сбивать-то и некому. Аптека Ашель ТТ сейчас завязана на Валуеве, секторально. Мистер и Амарли сейчас вдвоем берут ее. Пытаются по максимуму фокусить свой огонь. Бьют сейчас по Баварии. И вот уже сейчас, посмотри, минус два тяжа. И все благодаря Арте. Заметь. И выходит сейчас Реден, выходят они на Ред Раши третьих. Минус три тяжа. Минус Ашель ТТ. Все еще без потерь. Минус 608 по Амарли. Вот это я понимаю, артиллерия. Минус Нирвана. Аптека 60 хп. Все, минус Аптека. Амарли остался один, ну и минус 301 в него входит. Еще. Ну. Не пробили Амарли. Вот 312. Выехал из захвата только что. 311 Валуеву накинул. Ну все, не дает ему Валуеву больше шанса выехать. Посмотри на это. Только Нирвана, только капитан команды Реднова сейчас умирает из всех. И как артиллерия сейчас сработала. Хорош, арта отлично сработала. Два раза по 700. Гриль 2 по 700, плюс Бизончик накидывал понемножку, по чуть-чуть. И тем самым сбивали постоянно захват. Ну я бы не сказал, что Бизончик по чуть-чуть. Бизончик по 300, это как тяж. Ну, по чуть-чуть относительно гриля, который почти 700. Да и 700 накинул. Вообще супер, хорошо ребята отыграли. Для этого стоило взять артиллерию. Видишь, ребята как бы затащили, говорят, да, заходите к нам на базу, но тут и поговорим. Да. Ну вот, все-таки Бизончик очень сильно решает такую ситуацию. И посмотри, и при этом родного, уезжая с базы, развалило все вагоны. То, чего не делали ни по ЗАЗе, не делали ни Синерджи, а все-таки это решает, по-моему. Заметь, всего 6 очков потратив, 2 полноценных арты, которые закидывают, ой-ой-ой, как бора. Да, да, и при этом, если Бурак стоит у тебя на базе, на захвате, у тебя есть всегда тяжи, которым ты можешь просто подсветить и показать для артиллерии. И не обязательно самому тяжи. От нее спрятаться сложно. Да, от нее сложнее спрятаться, конечно. Ведь она закидывает, действительно. Хорош, молодцы ребята. Как мы видим, даже артиллерия 2-го и 4-го уровня закидывает, так что мало не покажется. Да, в принципе, в таком плане было бы достаточно даже одного Бизончика, потому что Бизончик бы постоянно просто фокусил вагон, он достаточно часто перезаряжается. Чтобы сбивать достаток. 16 снарядов, да, ему бы хватило. Ну, чтобы 1400 за два выстрела накинуть не досталось. Ну да, сложнее. Ну, видишь, тут гриль еще был такой, основной ударной силой, можно так сказать. Один гриль одним выстрелом сэйвил два снаряда для своих 32-х и для Альфа-Тапка. Потому что стреляет он примерно с той же скоростью, надо сказать. Да. 16 секунд, 4 выстрела, минуту, по-моему, если не 5. Да, Гагидзе? Кивает. Гагидзе кивает одобрительно. Кивает одобрительно, катает свой новый Т110Е5. Какой замечательный танк. Вообще имбовый танк, который я просто ненавижу, когда на семерочке выезжаю в бой. Он сейчас просто, по-моему, оду поет этому танку без звука. Уже, уже, Гагидзе уже нагнул четверых на рудниках. Боже мой. Я не могу на это смотреть. Его любимая карта. Я, кстати, так боялся, что вот 30-ку. Мой любимый танк в игре вообще Т30 до этого был. Я его просто обожаю. Такая замечательная машина. Я так боялся, что вот его уберут в ПТ, испохабятся, ничего хорошего не будет. А на его место придет вообще непонятно, что за танк. Ну да, и будет какой-то есть, а тут такой подарок. Ну ничего, моя семерка по-прежнему в ангаре, она уже много патчей пережила, стоя там, пылится всего с 430 боями. Я думаю, я подожду еще до патча 7.3, и тогда ваш танк перестанет быть имбовым, вас понерфят. Надо сказать, что семерка у меня тоже стоит, на ней тоже достаточно много боев, я тоже люблю, но Т110Е5 такая машина, в которую я прям влюбился. Кстати, недавно, ты представляешь, так попал, решил в рандоме проехаться на семерке, без взвода, без никого. И какой-то молодой человек решил поинтересоваться моей статистикой, вот, и потом мне в конце написал, говорит, блин, да у тебя же ни одного воина нет на семерке. А я потом сижу, так и думаю, блин, 430 боев на семерке, из них 370 я провел в рот, не в ротных, а на ГК, и думаю, блин, и как же можно было на ГК, да, воюя против таких же семерок, Маусов, ЕСОТО, набить себе воина. Бывает на ГК война. Нет, у меня не получалось ни разу так. И вот мы видим, что стартует второй бой, команды соперников свои сетапы не поменяли, у них все. Да, Лерик по-прежнему на гриле, Павел на бизончике, удивляет, это немножко меня тактика, ну и Рашем третьим надо как-то срочно... Она себя оправдывает, я бы сказал. Ну, она пугает меня, я в шоке, я не могу понять, как можно было сейчас Рашем третьим, имея преимущество в один альфа-тапок, ну, блин, так. Надо сказать, что Нирвана со своей командой не первый раз удивляют сетапами, и это очень часто оправдывает себя. Нирвана сейчас, кстати, на ИСе третьем, а он еще частенько у нас выезжает на Т-29, да, и тем самым добавляет себе плюс один быстрый свет вместо... Да, как правило, он берет быстрый свет. Ну, сейчас, по-моему, Далипу надо срочно придумать какую-то супер-тактику по уничтожению просто всех, не захвату базы, а просто уничтожению, где он сможет воспользоваться всем своим преимуществом в этот тяжелый танчик. Неок тем временем заехал вот в тот самый дворик с окошком, про который мы говорили до этого. Ну, правда, из него снайпер плоховатый. Ну, и сейчас, кстати, он никого не увидел, хотя Далип, Аптека и Мистер-22 проехали мимо, а Амарли вот стоит... Разве что ручкой не помахали. Да, разве что ручкой не помахали, и сейчас, кстати, у Ниок начался проблема, потому что сейчас до его двора осталось, ну, совсем чуть-чуть. Видно только Ачель-ТТ. А Ачель-ТТ сейчас в засвете, но он далеко. А Ачель-ТТ очень далеко, он единственный из тяжиков, кто остался. И посмотри, Далип просто проехал у него перед носом и не заметил его. Ниок тем временем уже отъехал немножко назад, он теперь уже никого не увидит. Да, вот Ниок. Вот Далип сейчас в засвете. Только сейчас. Близко, но Ниок уже уехал. Ну, я сейчас показываю полностью Раши-3, которые просто вчетвером сейчас проехали город, видят они Ниока. А Бавария, Секторал, Валуев и Нирвана-26 тем временем разворачиваются. Зеленки пытаются вернуться ребята по-быстрому. Как и в прошлый раз, кстати, они тоже пошли на Зеленку, к ним приехали на базу, они вернулись. И при помощи своей имба-арты наказали. Тем временем Т-50 умирает. Т-50 умирает, Мистер-22 все-таки его словил. Надо сказать, что в прошлый раз Т-50 выполнил очень важную задачу. Он убил двух Т-1. И это решило в большой части... В большей мере решило, да. Т-1 не отвлекали. Да, на них не отвлекались. Они не поехали, не светанули арту, не напрягли эту арту своим присутствием, не поехали куда-то еще. Они умерли. Их убил Т-50. А вот сейчас Т-50 умер, а Т-1 могут так вот в карте приехать. Ну я тебе немножко подрасскажу про тактику сейчас Red Rush Team 3. Сейчас три танка, Амарли, Мистер и Аптека сейчас втроем стоят за коровником, можно его так назвать. Видят Нирвану, видят Валуева, в то время как Делиб и Ащель-ТТ просто обходят уже через пилораму. Вот мимо этих замечательных цистерн с бензином проезжают сейчас два танчика. И растягивают сейчас Redden. Очень сильно сейчас растянута силы Redden. Секторал очень далеко от них. И Секторал 1 и 2 видят его, и Маус. Сейчас он будет не сладко. Ой, как не сладко ему сейчас будет. Делиб выходит, получает 240, дает 349, выходит Ащель-ТТ, будет прикрывать Делиба сейчас. Секторал горит. 260, и поджигает его Ащель-ТТ. Моментально почти потушился. 349 по Ащель-ТТ, нет фокуса сейчас у Redden. И едут, едут, Амарли едет, сейчас заезжает сзади. Секторал ваншотный. По Валуеву разряжается тем временем Мистер, 22, Амарли и Аптека сейчас затягивают 1 в 3. 356 по Мистеру. Нирвана убирает Цветлячка. Минус Валуев, минус тяж. Ну, очень много потеряли уже сейчас. Ну и минус Делиба, Ащель-ТТ все-таки не смог его прикрыть. И сейчас 4 в 2 будут сражаться. Фокус на Нирване. Redden, действуя в меньшинстве, тяжами, конечно, не могут позволить себе так резко потерять сразу двоих. Очень туго им сейчас придется. Двое против четверых, даже при поддержке арты это очень тяжело. Мистер, 22, 15 хп. Мистер, 100 хп, добирать его Баваря. Ну и минус сейчас Баваря. Поджег, поджег Лерика. 403 в Амарли влетает и горит. Паровод Джан из автоматического орудия сейчас Лерика расстреливал, не добрал. Сейчас пытается добирать. Минус хп остается у Лерика. Минус Баваря, минус Лерик. Ну и сейчас Амарли будет держать на себе Нирвану, а Аптека будет пытаться его по максимуму добрать, да. Аптека заходит в зале. Еще 83 от Павла прилетает. Нирвана, 226 хп. Не пробивает сейчас Амарли в клинче. Ну и все. Нет Нирваны, минус Нирвана. Это конец. Вот это вот то, что надо было Рашем третьим делать в первом бою. Ребятам надо было не брать базу, а вырубать танки. Вот чем надо было заниматься. У них есть, они видят отличное преимущество в один танк. Тем более это тяжелый танк, это не Першинг, это не 44-ка. Ну да, и Арту, потому что, ну сами ребята, видишь, сейчас только что Нова стояла в домах, да, пыталась крутиться, но эти же дома играли им же и не на руку, потому что они затащили противника в укрытие, и уже в укрытии в меньшинстве пытались сражаться. Ну надо сказать, команда Делипа, это очень непростая команда, очень слабая, не зря она занимает шестое место в ладере. У нас здесь, я так понимаю, вообще нет простых команд, но там за исключением, может, мы все поняли. За редким исключением, да, и то, я уверен, это редкое исключение, попадет в Pro Series на второй сезон, и наведет там фурор, да, и расскажет, ребят, да мы с такими ребятами уже играли в эту игру, что, короче. Ну вот, и может быть к третьему сезону все-таки вернуться, вернуться к нам опять. Все возможно. Один-один. Какие-то переспрашивают счет, его это тоже очень интересует. У нас в Нове с Гошей сражается боец, наш товарищ, которым мы учились в одной школе, но, к сожалению, что-то его сейчас в последнее время не берут. Заболел, наверное. Ново, Вова. Да. Не берут. Не берут. Не берут ДВРЗ, не берут с собой. Ну, Нирване виднее, скажем так. Он капитан, ему видней. Надо сказать, он капитан с большим опытом. Да, да, поэтому тут никаких вопросов к нему. Хотя, вот, ты знаешь, вот сейчас, видишь, не получилось грилем так отстреляться. Лерик, конечно, отличный артиллерист, но... Сейчас, надо сказать, это не было фейлом Редновы, это было очень мастерской работой Ред Раш 3, на мой взгляд. То есть, сталкиваясь с командой такого уровня, даже очень хорошая команда должна понимать, что два раза один и тот же фокус не проходит. Я бы, если честно, вот вместо Бизончика взял бы Т2ЛТ. Поехал истреблять светляков? Ну да, и как-то вот так бы быстрее. И, кстати, Т2ЛТ может заезжать на захват, отзывать на себя, вот как раз этот один тяж, понимаешь, да? Отзывать на себя один тяж, тяж подходит, Т2ЛТ быстренько убегает, тяж пока... Быстренько убивает этого тяжа? Не-не, быстренько убегает, тяж пока возвращается обратно в бой, его тяжи там 4 в 4 уже надамажены. Потом Т2ЛТ опять заезжает, ну, на захват и опять оттягивает этого тяжика. И вот таким образом растягивает. Я не понял, почему твоей команды еще нет Старс Фирис? Потому что я тебе уже говорил, мы обсуждали это с Гагидзе, мы обязательно создаем свою команду, где будет, я не знаю, если Гагидзе захочет играть с нубами, то будет Гагидзе, буду я, будет Таффа. И, скорее всего, Вилат, если это качается. Ну, такого дуба, как Атофея, вы не возьмете, я знаю. Ну, если ты захочешь, конечно, и постельно попросишься, то я как менеджер команды, может быть, там, за определенные какие-то финансовые бонусы, я тебе разрешу с нами играть. Видите уже, как разговор. Вот, и на второй сезон, конечно, вполне возможно, вы увидите суперкоманду. Гагидзе, если я сдал свой комментарий, что он создаст свою команду, он с нубами не играет. Вот, все. Разрушили наивные детские мельтысячи. Играй в Старс Сириас, дружище. Не получится у него в Старс Сириас, потому что он их комментит. Ну, все готовы? Все готовы, поедемте уже. Ждем от намашки. Делип, давай, стартую. Окей, конечно же, давай. Вот видно сразу, когда команды уже привыкли играть на множество турниров, всегда все спросили. Друг друга, да, готовы ли, готовы. Друга написали, что стартуют, заранее предупредили, и никаких разночтений по этому поводу не возникает. А даже если случайно запустили когда-то, когда кто-то не готов, в последний момент вышел, говорят, окей, все, хорошо, мы сейчас... Ну, и взял, и не бывает никаких проблем. 100 голды на расходнике, это, в принципе, не так много для того, чтобы не пожертвовать ими ради фэйрплея. Это хорошо, когда команды уважительно относятся друг к другу, с пониманием, с терпением, с таким... Толерантность прежде всего, фэйрплей прежде всего. Посмотрим, что же нам покажет команды. Кстати, насчет толерантности и фэйрплей, еще добавил бы одно. И не выезжать к противнику кормой. Ну, одна команда нам в этом сезоне уже показала, что можно и кормой иногда. И что это, в принципе, ни на что не влияет в некоторых случаях. Ребята, посмотри... Рестарт, да. Нет, почему рестарт? Они говорят... Нирвана26 пишет рестарт, но пока что просто стоп. Просто стоп. Все, загрузился. Старт ровно в 9, друзья. Все стоят. Да, HLTT стоит. Все, Нирвана говорит уже, давай 9. Все, 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 можешь не писать. Все, все, все. Ну, я напишу на всякий случай. Реды вперед всех просто знают, что, блин... Да, они без всяких подсказок знают отличный регламент. Все, все, 9, 9. Без всяких проблем, без всяких подсказок, без всяких дополнительных напоминаний сразу. HLTT, я все вижу. 9 есть, поехали. Ну и поехали сейчас RedRush Team 3 в два звена, можно так сказать. Амарли. Амарли, я так понимаю, поехал с аптекой. HLTT и мистер вместе. Ну и паровоз Джан, Делиб и Маус втроем. А Ниок тем временем рвется вдоль железной дороги, между железной дорогой и лесопилкой, к базе противника. Увидел паровоз Джан. Не видно Ниока, кстати. А есть с кем встретить? Есть, Делиб здесь. Есть, есть, Делиб там, все, Маус, паровоз Джан. Я думаю, втроем они не то, что затащат, они остановят и затащат. Ну это понятно. Не остановили, нет, ушел Ниок. Показал и ушел. Просто его остановить. Ну я тебе расскажу теперь про HLTT, аптеку и Амарли. Вот где они. Просто вот где. Они уже сейчас на J3, J2 и заняли просто самый первый двор. Артиллерия уродного тем временем заняла зеленочку. Спокойненько. Сейчас будут заниматься отстрелом. Не очень, конечно, удобно им здесь будет этим заниматься, но можно. А вот Делиб сейчас вполне таки под артой. И останавливают. Вот это да. Вот так два Т1 отработали с 32. И уходит, понимая, что арта будет работать. У него уходит за коровник. Ёлки-палки. Не попали. Не попала арта. Тем временем. Тем временем. Ащель ТТ уже. Уже под базой. А ты посмотри, что я тебе сейчас здесь покажу. Вот как все интересно. Бавария, сектор РАЛ, Валуев и Нирвана проехали по зеленке, постояли и теперь почему-то опять оттягиваются назад. Да я тебе покажу почему. Мы стали давить вперёд. Потому что сейчас аптека Амарли уже под базой. Подтянулся Мистер 22. И сейчас просто Ащель ТТ будет заходить на захват. Да, есть Ащель ТТ на захвате. Видно Нирвану. Аптека сдерживает. Нирвана 26, 1 на 1. Нет, там ещё и Амарли. Не всё так просто. Счёт 329. Там ещё и Мистер 22 потягивается. И сейчас ребята будут 3 в 1 быстро отрабатывать Нирвану. У него 580 хп на 2 выстрела буквально его осталось. И вот мы видим. Т-50 не выжил. Светлячков не отработал. Всё, арты нет. Ред Раштим 3. Сделали все необходимые выводы из первого боя. Ну и минус Амарли сейчас. Минус Павел на Бизоне. Блог-ап там. Взрывают ещё раз. Но всё равно. Минус Нирвана. Лапнуть для красоты. Валуев и Секторал остаются вдвоём здесь. Ещё чуть дальше Бавария. Бавария. Но у аптеки Ащель ТТ есть отличное укрытие. Это их так на командник Амарли работает до конца. Реально. Да, даже в таком состоянии. Да, говорит. Я, ребята, я вам всё равно помогу. И сейчас уже Маус. Видно, как Маус заходит на захват. И у Рэд Эн не будет никаких других вариантов, кроме как выходить и пытаться сбивать его. Хотите подставляться под стволы противника. Все втроём сейчас выходят, но с двух сторон зажатые. И нет фокуса сейчас у Раши третьих. Валуев, 240 хп, ну кто ж добьёт его-то? На 400 Бавария получает. Не добили, проехал, аптека уже не видит его. Не попал в Валуева. Бавария под фокусом, 71 хп у него остался. Как хорошо ново закрывают своих побитых товарищей. Сейчас Валуев с двумястами хп своими живёт. Как долго, посмотри. Минус Бавария. Нет, он не умер. Ну всё, сектор Алгорит, и он остался последним. Конечно же, ничего уже не спасёт. Ну это победа Рэд Раш Тим 3? 2-1. 2-1. Раши третьи затягивают и говорят, эй, ново, подождите. Вот, мне кажется, они... Стойте, ребята, подождите. Сейчас поговорим. Давайте поговорим в пятом раунде. Они во многом, мне кажется, перенимают такую вот, даже не тактику боя, а стратегию матча у Рэд Раш Тим 1. Да, конечно. Которые иногда, бывает, проигрывают первый бой, смотрят на тактику противника, после этого делают себе все необходимые... Но это стратегия, это стратегия. Да, все необходимые выводы, и после этого тащат просто... И тактика, видишь, тактика. Мы зайдём к вам на базу, мы пока что мы её захватываем, в тот момент, пока вы будете менять свою позицию, мы выйдем на вас. Сейчас как раз вот самый неудобный момент, когда тебя атакуют, это тот момент, когда ты ещё находишься между одной позицией и перемещаешься на другую. Это самый уязвимый для тебя момент. И вот сейчас как раз Рэд Раш Тим 3 показало, что они знают об этих моментах, и они ими пользуются постоянно. Как ими пользуются Раши 1, Раши 2, ну вот ещё и Раши 3 оказывается, они тоже знают. И многие команды звёздного дивизиона, в принципе, но получается не у всех. Многие, но почему-то некоторые до сих пор упорно не берут это к себе на вооружение. Друзья, действительно, если вы заехали к врагу на базу, враг начинает вас там пытаться как-то обойти, обагрить, ну возьмите, выйдите в этот момент из круга и подъедьте к ним. Всё, вот вы сейчас будете, вы в преимуществе. Они только сейчас меняют, начинают резко менять свои планы, у них ещё каша, непонятка, неразбериха, воспользуйтесь ею и... Бесплатные уроки тактики от Такник 86. Я очень много реплеев смотрю, ну действительно, я вот буквально за последние три недели просмотрел по девятый тур все реплеи, ну чтобы выбирать из них моменты, там всё... Это заметно. Там, да, там есть на что посмотреть. Емелька, если нас смотришь или слышишь, ты будешь рад, ты будешь доволен. Мы запомнили тебя, спасибо, кстати, что присылаете нам свои реплеи от первого лица, они нам пригодятся в составе Hot10. Да, кстати, сейчас хочу передать привет командам, которые до сих пор не присылают реплеи или присылают не в полном объёме. Да, потому что он их ждёт, он ждёт эти реплеи. Если вы хотите попасть в топ-10 моментов, если вы хотите... Полноценно выглядеть в Hot10, да, друзья, присылайте свои реплеи. Полноценно, хорошо, чтобы были вы представлены в нашем видеоконтенте, пожалуйста, не забываем присылать после боёв реплеи от всех игроков команды. И тогда и для вас, и для нас, и в первую очередь для зрителей будет намного интереснее смотреть потом на записи боёв, на реплеи, на топ-10, на весь наш видеоконтент, который мы выкладываем на сайт. И в нашей группе, кстати, друзья, кто ещё не зарегистрировался в нашей группе ВКонтакте, пожалуйста, welcome, заходите. Welcome. У нас там проходят конкурсы. Вот, можешь показать сейчас. Да, вот сейчас, друзья, смотрите. Это наша группа ВКонтакте, поводи мышкой. Вот она. Да, вот. Vk.com, вот, подчёркивание, StarLadder, подчёркивание TV. Это адрес нашей официальной группы. Или можно вот просто вот.starluder.tv в поиске вбивать. Такая вот у нас замечательная группа, в которой уже добавилось 359 человек, ну, будьте 360-м, 370-м. Постоянно публикуются новости всех игровых дней. Остар Сириас, опрос Сириас, об аматорской серии. Здесь вы всегда сможете найти повторы, записи своих боёв. 99 видеозаписей. Уже 99 видеозаписей. Отличненько. Здесь же вы также вот можете найти записи. Записи боёв лан турнира битвы за Киев. Лан турнира, который проходил у нас 31 марта, друзья. И теперь у нас, вот мы ждём, пока нам дадут отмашку на подготовку битвы за Киев апрель. Я думаю, она вот будет скоро и скоро начнём готовиться к этому. Есть два фотоальбома. Final Intel Challenge Super Cup 10. И конкурсный альбом, где мы выкладываем фотографии различной редкой техники. Да, за которую вы потом, угадав, что это за техника, сможете получить от нас 500 голды за одну картиночку. Сегодня фотографии ещё не выложены, чуть позже они появятся обязательно. Но они появятся, да, друзья. Вот буквально после этого матча можете уже заходить в группу, смотреть на картинки и пытаться отгадать, что мы вам сегодня с Котофеем там загадали. Да, и ещё раз обращаем ваше внимание, что с сегодняшнего дня мы вводим правила ограничения, чтобы одни и те же люди. Да, я уже сказал, не чаще, чем раз в неделю вы стабильно можете заработать 500 голды. Спрашивают, всё ли у нас нормально с трансляцией, конкурсы отменили. Нет, конкурсы не отменили, сегодня фотографии обязательно появятся. Это мой кум, выходи, не читай мою переписку. Ага, всё понятно. Что ты делаешь, Котофей? Я в шоке. Взять, читаешь чужую переписку. Сам виноват. Мой кум написал мне. Сам виноват, сам виноват, оставил меня вот тут. Кум, это вы что? Да не, будет у вас конкурс ещё, поугадывайся. Обязательно будет. Ты воспользовался своим правом главного судьи. Почитать мою переписку с моим кумом. Просто практически тридцать седьмой год, вскрываю письма называется. Ну что, Делип, все ли готовы? 20-34. Мы всегда готовы. Мы всегда готовы, да. Как пионеры. Нова, Нова по-прежнему остаётся на двух артах. Нет, Павел, всё, наконец-то решили поменять. Да возьмите вы действительно быстрый свет, да растягивайте их. Два быстрых света, которые захватывают базу со скоростью 50 секунд. Вот это, оу, как опасненько. Сейчас Тетрарх. Тетрарх, кстати, видели Тетрарх? И ничего, хорошо ездит. Нет, гриль. Два гриля, что это мы имеем. А КВ-1С, посмотри, у нас появился. Да, класс, видели мы Баварию уже на классе. Супер, спорткар от КВ. То есть, ещё понизили в очках свои тяжёлые танки. Вот так вот. Сказали, против пяти тяжей мы выставим 3 и 1 маленького. И всё равно будем тащить. И всё равно будем тащить. Ну, кстати, интересно. Посмотрим, что из этого получится. Что там мне не верится. Нирвана пишет, готовы. Делип немного замешкался. Да ну ладно. Стартую, окей, хорошо. КВ-1С слишком мало ХП, на мой взгляд. Кстати, на Энске я уже такую тактику видел с Гошей. Да, Гагидзе? С вами грилями и КВ-1С. Скажи, квас видели на Энске? Видели на Энске. Видели. Гагидзе говорит примерно так. Да, видели сейчас, как вы говорите. Затроллил. Он сейчас улыбается и строит из себя фюрер. Он хера просил называть его Бенни, и говорю это в эфир. Да. Бенни Лившиц. Бенни Лившиц, да. Сидит рядом, смотрит нас в стриме, играют танки. Получает массу удовольствия от проведения времени. Так что, ребята, если вы хотите сделать Гагидзе приятное, называйте его Бенни Лившиц. Официально заявляю. Можете написать что-нибудь там в Твиче, он обязательно это прочитает и ответит. Оценит. Да. Ну, напиши там всем, все прочитают. Гагидзе грозится, что скажет, как называть меня. И таки он скажет. Ну что ж. Так, есть. Паровоз Жан, кстати, как-то беспощадно расправляется с МС-1 моим. Я в шоке просто. Не оставляет никаких шансов. Раньше хоть танк оставался целый, а сейчас... Неок тем временем свою привычную работу уже так, как рутина. Еду-ка я на зеленку. И непривычную работу сейчас делает АЧЛТТ. Ты посмотри, куда забрался этот один Альфа-Тапа. О, ничего себе. И видно Нирвану, видно Секторала сейчас. Неок опять видит паровоз Жана Мауса. И на этот раз Амарли. В качестве сдерживающего фактора здесь присутствует. Еще и аптека. А Неок сейчас может и не уехать. Нет, уедет, мне кажется. Посмотри, куда добрался АЧЛТТ. Это просто невероятно. Один Альфа-Тапок, просто АЧЛТТ. Что ты делаешь? Нет там никого. Нет никого. Все вот здесь на лесопилке. Движутся вперед. Медленно, но верно. Видно не ока по-прежнему. Четыре танка группируются здесь на лесопилке. АЧЛТТ спиляет по неоку. Видно Секторала. Вот не понимаю я в этом отношении родного. Как-то они растягиваются. Все время один танк у них впереди уходит. Очень рискованно они все время действуют. 278 влетает тем временем в Секторала. 296 влетает в Мистера. О-о-о. Не тлевое себе тлес. Мне он просто тараном врезается. И у Павла сейчас могут начаться проблемы. Потому что АЧЛТТ уже здесь стоит на захвате Альфа-Тапок. Вот так вот. Действует Ред Раштим-3. Так он не стоит, он дальше поехал. Поехал, понятное дело. Едет за артой. И сейчас у нас... Сейчас идет заруба серьезная на лесопилке. Сейчас он просто покарает. Просто покарает. 684. Лерик разряжается и умирает тут же после этого. Павел. Минус один гриль. Мне кажется не убьет. 144 всего лишь. Только... Есть. Минус. Минус сейчас Лерик. И вот она заруба на лесопилке. И сейчас очень сильно скажется то, что... Здесь у Дирваны, у Баварии, минус Бавария. Очень мало ХП. Вот КВ-1С и оказался первым, кстати, фрагом. КВ-1С так и забрали. Потому что меньше всего ХП. Меньше всего ХП первым и умер. Ниок борется до последнего с Ащель-ТТ. Один раз уже от него получил. 73 ХП у него осталось. И просто 1-4 ЛТ держит сейчас 8-й. Держит на себе этого тяжа. 8-й левел тяжика. А Марли 18 ХП осталось тем временем. Ты посмотри, как они здесь удачно работают. И Ащель-ТТ пользуется возможностью... Умирают Амарли. И заходит сейчас сзади Ащель-ТТ и будет... будет агрить на себя Валуева. Они продолжают напрягать его своим присутствием. Заметь. Ой-ой-ой, Ащель-ТТ. 274 по Валуеву. Остается. Валуев и Нирвана ваншотные. Ну, кто же здесь... 347 по секторалу. 47 ХП осталось. В общем-то Т, ничего себе. И Нирвана. Нирвана будет пытаться добрать. Да, и это... Добрал. Добрал. Кстати, очень часто мы в последнее время видим, как у танков остается 20 ХП, 40 ХП. Вот чуть-чуть не добирают последним снарядом. Ну и Ред Раштим-3. Остался один только паровоз Жанна Т-1. Он видит не око. Ну и понятно, секторал. И посмотри на результат. Вот так вот. С КВ-1С в составе. С двумя грилями. Как облегчив свой состав. Красавчики. Вообще супер. Затащили. 2-2. Ну и теперь Нова как бы имеет все шансы поднять 3 очка на Ред Раштим-3. Ну ничего себе. Нашли самого слабого соперника в ладере, чтобы заработать 3 очка. Молодцы, ребята. Супер. Да, 8 позиций выше себя. А что вы делали раньше, если вы раздавали? Раштим-3 решили 3 очка отобрать. Йоу. Ну это я понимаю. Раньше не могли, да? То есть ни на ком набрать. Решили на Раштим-3 наберем. Да ладно, говорит. В 11-м туре доберемся, чего не хватало. Такими нетрадиционными сетапами поборем. Да, побороли. Молодцы. Хорошо Неруана. Супер. Молодец. Ну блин. Поздновато как-то ты уже и противника выбрал. Такого именно. Ну. Поднабрать очей решил. Конечно, в лан-финал им уже не попасть. Даже при самом благоприятном раскладе. Но из группы вот этих вот рисковых аутсайдеров вполне возможно, что они смогут выбраться. Да, будет отличненько. Если Нова не будет играть даже этого стыковочного матча. А тут, знаешь, с чем черт не шутит. Да, можно и в пролигу лететь. Вдруг какие-то таланты из пролиги скажут, эй, подождите, нам надо это. Нам надо поговорить. Мы хотим за следующие пять недель побороться за 6к за первое место в Старс Сириас. Там в пролиге есть очень серьезные команды, которые вполне... Ждем. Будем ждать их во втором сезоне, что они все-таки прорвутся сюда. Все-таки они отыграют стыковочные матчи в свою пользу и доберутся до Старс Сириас. Даже не просто серьезные команды, а даже группы, в которые попадало прилично серьезных команд. У нас вот даже, насколько я знаю, вчера одна дисквалификация в ProSeries произошла. Одна из команд просто сказала, у нас такая сильная группа, что мы даже не хотим с ними играть совсем и отказываемся. Вот так вот. Мы не видим смысла против таких сильных команд играть. Друзья, это все рандомайзер, то есть он у нас на сайте работает. Значит он был не так склонен к вам. Про Сириас, Виталий КПИ, вынесли сквалификацию по этому поводу, потому что действительно, раз команда не хочет выходить в бою, кто же это составит? Знаешь, самая большая ошибка, по-моему, это отказаться, не попробовав. По-разному может быть, и вот если вдруг попробовал и начало получаться, то да, а если... Или не получаться. А если ты такое увидел, да не, я не затащу. Казаки, вышли против Раши первых, единственная команда, которая в Старс Сириас, Старладере в первом сезоне. Затащила у Раши первых. Не дала Раши первым занять первую позицию. Почему единственная? Ну, уже не единственная, после вчерашних боев, да. Но первая, во всяком случае, да. И тем самым пропустила Раши вторых на первую позицию в лиге. Вот. А вчера совершилось, ну, такой небольшой тоже фурор, можно сказать. Раши вторые выиграли с счетом 3-2 у Раши первых. В напряженных боях здесь же на Энске. В городе просто заруба 5 на 5. Мясо, сплошные прикрытия, выстрелы, пробития. Одни других прикрывают, обходят. Ну, такое, мы с Гошей тут орали просто. А Гоша, кстати, сидел в футболке белой такой, RedRash 7-3. Нет, RedRash просто. Да, в кофточке такой, RedRash. И надо сказать, что... Хвастался, хвастался мне, что у него она есть. Дух киберспорта, это все-таки главное в любом чемпионате. Вот посмотри, скажем, РУС-39, не выиграли ни одного боя. Не то, что матча, ни одного боя не выиграли в Star Series. Они все равно собираются и играют. Ну, в всяком случае, костяк... Пытаются хоть что-то сделать. Я так понял, костяк команды собираться. Вот Торренс собрал вокруг себя еще трех бойцов. Все равно они не теряют боевого духа. Все равно пытаются хоть что-то вырвать. Даже у таких противников, у которых ничего не могут сделать. Все равно пытаются что-то сделать. А так вот сказать, ребята, мы не хотим играть против сильных противников. А зачем вы тогда вообще в турнир идете, если вы знаете, что там такие сильные противники, против которых играть нет смысла? Слабых нет, друзья. Непонятно. Потому что Pro Series это почти Star Series. Да, это почти Star Series, друзья. В Pro Series, кто еще до сих пор не понял, куда попал, друзья, в Pro Series играют те команды, которые участвовали в том же Intel Challenge, которые проходили жесткие квалификации, которые проходили два круга квалификаций, которые сражались с неимоверным количеством команд. Это уже сыгранные бойцы, сыгранные команды, у которых есть свои тактики. Есть тактики, которые они взяли к себе на вооружение. И это команды сыгранные в первую очередь. Ну и часть из этих команд мы увидели у нас здесь. Ну и я тебе скажу, это серьезные бойцы. Даже более чем серьезные бойцы. И это только бойцы, когда нам чуть-чуть не хватило удачи, чтобы попасть в Star Series. Вот так бы я сказал. Ну, как минимум две команды, а может быть и... А может быть и все четыре, кстати, попадут из Pro Series, попадут нам в Star. У аптеки какие-то вопросы? Почему-то он не в игре, а сейчас выбило его. Ну, возможно, какие-то технические у него сложности возникли. Эй, аптека, возвращайся. Надо... Надо возвращаться, потому что куда же без аптеки? Как он у нас здесь на битве за Киев? Один практически на всю команду отдуваясь. Да, действительно, аптека красавчик. Тогда на 44-очке мне понравилось. Четыре фрага. Просто тащил на себе всю команду. Четыре фрага. Фух. Супер. На монастыре. Бомба. И я считаю, что вот команда Туты и Фрути, которую командовал красавтека, здесь на битве за Киев, вот своим призовым местом, местом обязана в первую очередь непосредственно личному скилу аптеки. Да, потому что он действительно красавчик тянул на полную. Только вытаскивать на себе на одном вот весь бой, это мастерство. Игроков уровня стар. Не просто так. Вот аптека заходит. Хотя мне еще и бравые ребята порадовали. А они, мне кажется, нас порадуют и в Старладере. И в Старладере. Да, я, кстати, вот недавно смотрел за их статистикой. У них все победы, кроме одного поражения, которое они вчера получили. Досадно, конечно, но без поражений никуда. Надо же было их когда-нибудь там показать. Даже RedRush Team1 иногда проигрывают. Да. А бравые ребята, такая команда, вот вне клановая сборная, которая только на двух лан-турнирах пока что засветилась. Собралась. Но, по крайней мере, они постоянно вместе. Ну, там более-менее. В первый раз выступив, в призы влезла. И во второй раз. И во второй раз первое место взяла. Мне кажется... Ребятам после первого раза понравилось. Такие, здесь у нас голдул. Конечно, мы будем участвовать. Мне кажется, они совсем непростые, ребята. Кстати, напомним, друзья. Открыта не квалификация, а регистрация у нас в... На фасткапы и викинг капы. Фасткапы и викинг капы. Друзья, фасткапы будут проходить у нас ежедневно с понедельника по пятницу. По будням. По будням, да. Фасткап будет проходить следующим образом. Первые восемь команд, которые зарегистрировались в фасткапе, это и есть фасткап на сегодня. А я тебе скажу больше. Уже первый фасткап, уже 32 команды. Уже 32. Мы вынесли решение, что в связи с таким большим ажиотажем мы увеличиваем количество команд до 32. И будем его, скорее всего, играть в два дня. В два дня фасткап. При этом во второй день параллельно стартует сразу и второй фасткап. Хорошо, а призовые? Ну, призовые остаются первые. Остаются такими же. Друзья, ну вот вы все слышали от главного суди, который придумал такой вот уровень фасткапов. Очень много команд, поэтому фасткап будет теперь изменен. Если мы вчера говорили о том, что в фасткапе участвуют 8 команд, то сейчас в фасткапе будут играть 32 команды, будут играть два дня. Но во второй день будет стартовать второй фасткап. Я, правда, не понимаю, как это можно будет сделать с игроками Star Series, Pro Series и OM Series, если они будут еще играть. Ну, да ладно, друзья. Во всяком случае, регистрация открыта, так что регистрируйтесь в фасткапы очень быстренько, очень срочно, потому что там тоже будет голда. За первое место в фасткапе вы получите 7 тысяч голды. Ну, то есть по тысяче на человека, но для однодневного турнира, я считаю, вполне нормально. Это вполне отлично, да. Да и не то, что ты считаешь, ты считаешь, что это отлично. Тысяча голды за несколько матчей, которые ты можешь там отыграть. И также будут викинд капы, друзья. Мы тоже будем смотреть по размерам. На данный момент 64 команды у нас викинд кап. Не более 64, да. Может зарегистрироваться, да. И получают они там уже гораздо больше. Викинг кап играется в два дня, в субботу и воскресенье. Тоже по такому же принципу плей-оффа. 21 тысяч за первое место, то есть по 3 тысячи на человека, 14 тысяч за второе. И за третье, четвертое одинаково. Извини, я перебил. Ты всегда меня перебиваешь? Ну, ладно. Ты самый умный, ты все знаешь, давай расскажешь. Так, что, готовый Нирвана пишет. Отлично. О, Павла решили заменить сейчас, ребята. Да, кубинца подняли вверх. Супер. Все-таки с одной артой решила сейчас новость отыграть. Ну, что ж. Тут, тут. Вполне возможно, что решили. Ну, кстати, команда, видишь, все равно, несмотря на то, что у них есть артиллерия, показывают динамичную игру, то есть они не играют от одной арты, там, пусть арта накидывает. Мы подождем, мы там подождем, пока она снимет с одного 700, со второго 700. Все, все равно команды воюют, все равно рашат, все равно бьют по-разному. И смотрите, сейчас одинаковое количество тяжелых танков у обеих команд, ну, просто у одной есть гриль, а у другой гриля нету. Но есть КВ-1С. Есть КВ-1С и еще Нирвана на своем любимом Т-29 с пушкой А-32. Да. Вот так вот можно, взяв арту, все равно оставить 5 тяжей в команде. Так, хоп, и финтушами. Финтушами, да, отлично. Ну, правда, я до сих пор не видел 7 ВК-3601H. Я тоже. Кстати, ребята как-то не хотят экспериментировать на эту тему, ну, да ладно, это их личное дело. Все-таки в одном из последних пайс, я видел Пантеру и я видел Фердинанда на этой карте. В одном из последних пайс чудесную коническую пушку все-таки немножко понерфили. И мне кажется, сейчас 36-0-1H уже совсем не тот, что был раньше, но все равно остается достаточно крутым танком, уже для шестого-то уровня, во всяком случае. Я бы даже, может быть, подумал, что он лучше, чем КВ-1С для некоторых ситуаций, потому что у него все равно дикий ДПМ для шестого уровня. Пусть он накидывает по 160, но 20 выстрелов в минуту, извините меня. Это круто. Это быстро. И пробивая всех абсолютно, под любым углом. Ну и разделили сейчас свои силы, RedRush Team 3, Maus, паровоз Jano и DeLib теперь. Поехали. А RedNov все на зеленку. На 9-й новой сектор. Все на зеленку. При этом Бавария на КВ-1С возглавляет это шествие. Показываю сейчас я новую как раз. Кстати, не совсем. Все, один светлячок у них, Валуев, остался сейчас на J1. Светит город. Первую линию, что там происходит. И не поехали они все-таки на зеленку, расположились вот здесь за домиками, стали в деф, спокойно, без нервов. Мистер Аптека и Аморли, это ударная группа RedRush Team 3, сейчас опять, ну сейчас, как и в предыдущем бою, они безнаказанно проходят через двор, и никто их не встречает. В три тяжика сейчас контрят, они полностью город. Мне кажется, так хотелось хоть кого-то встретить в городе. Да, да, ну хотели ребята встретить. Ачель-ТТ и Парос, Жан, Дели, Пимаус остались на базе. Ну а три тяжика вот ударной группой втроем не расходятся, ребята, в три ствола просто уже под базой у RedNova. Ну и кстати, это сейчас решающий бой вот в этом матче, потому что сейчас кто победит, тот и победит. У того и три очка, у того плюс один по разнице. И по-моему сейчас RedRush Team 3, ну стоит победить, им это нужнее. Они все-таки на шестой позиции. У Новы еще нужнее, потому что RedRush Team 3, у них такие весьма призрачные, я бы сказал, шансы попасть на лан-финал, очень призрачные. Ну вообще практически их нету, я бы сказал. Можно, но практически нереально, тем более с шестого-то место, с пятого еще хоть как-то, с шестого тяжело. А вот у Новы эта победа, это путь в гарантию. Видно Нирвану сейчас, Раши 3. Да, свет в конце тоннеля, говорит Гагидзе, чтобы не вылететь в Pro Series в следующий сезон. Видно сейчас Нирвану, видно Баварию, видно Кубинца, всех трех тяжей видно Новы сейчас. Ну и их будут Агрича, Самарли, Аптека и Мистер. Маус пролетает тем временем у RedRush Team 3, кстати, пытается пролететь за артой, но Бавария встречает его, и Нирвана здесь еще разряжается из-за домиков. Тем временем, по Амарли, минус 319, сейчас Кубинец под фокусом, подтягивается по Розжаночу, ЛТТ, и дважды отстрелялись, трижды отстрелялись уже по Кубинцу, и только два раза по Амарли отстрелялись. Ну тоже хорошо отстрелялись. Тоже хорошо, 963 хп у него, и сейчас... И Кубинец 306 хп остается, а ШЛТТ так вот сзади, незаметно. А ШЛТТ давно уже обходит, обходил это все дело, видит Баварию. Бавария его встречает. Делип там же рядом со ШЛТТ. У него в два раза меньше хп на шестом уровне против восьмого, ему будет очень тяжело. Секторал сейчас подъезжает, будет обходить АШЛТТ сзади. Нирвана тем временем получает, ну и Делип сейчас просто прикрывает АШЛТТ, чтобы его никто не обошел. Отстрелялся сейчас Делип, и минус, минус Нирвана. И Кубинец на 15 хп остался всего лишь. АШЛТТ 1200 хп до сих пор. 240 получает, и убивает. И минус, минус Бавария, минус Кубинец. Вот так, двоих добрали сейчас. И видно Ниока, который на 905 хп. И все. И минус Ниок. Ред Раш Тим 3. Не получится сейчас у Редного. Обезопасить себя в том отношении, чтобы... Секторал 272, но тут все, в принципе, уже понятно. Раши 3 не упускают возможности все-таки догнать лидеров и добрать себе недостающие 3 очка по Секторалу. Да, Мистер добирает. Остается последним Валуев на базе противника, но это уже ничего не спасает. Ну и потеряли, кстати, в этот раз Ред Раш Тим 3 только одного Мауса на Т1. И посмотри, насколько Мистер почти фуловый, один раз в него расстрелялись. Паровоз Джан фуловый на Т1. Вообще ЛТТ 50%, 45%. Ну это было очень быстро, да. Амарли, Делип и Аптеков даже фуловый на своем 32. Ну вот так вот, ребята, проехались. Паровоз Джан ездит для Сквалуеву. Это будет до ЛТ первых, судя по всему. Да, сначала, да. Или нет? Посмотрим. Нет, 32. Все-таки 32. Да, еще ЛТТ на Альфа Тапке вообще. Обогнал. Обогнал, да, и добрал. Молодцы ребята, хорошо отыграли, супер. Круто. Три очка, поздравляем Ред Раш Тим 3. Два пользу Ред Раш Тим 3. Ну и посмотрим, что у Ред Раш Тим 3 сейчас уже не 15 будет, а будет 18.